Глава двенадцатая Книги Иисуса Навина Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку Солнца, от потока Орнона до горы Ермона и всю равнину к востоку. Сигон, царь Аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Орнона, и от средины потока, половиной Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян, и равниной до самого моря Хинеревского, к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешимофу, А к югу местами лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему, ох, царь Васанский, последний из рефаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горою Ермоном и Солхою и всем Васаном до предела Гессурского и Махского, и половиною Галаада до предела Сигона царя Есивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Монассиина. И вот царей Амарейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевы в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах и в пустыне, и на юге, Хитеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. И дальше от девятого по двадцать четвертый стих перечисляются цари городов, и заканчивается двенадцатая глава такими словами «Всех царей тридцать один». Продолжение следует...